Здравствуйте! Сегодня с вами делаем рыбные котлеты. Котлеты у нас сегодня будут из сама. Для их приготовления нам потребуется тушка сама, ее нужно разделать, очистить от кожи, от костей, перекрутить на мясорубке. Также нам потребуется кусочек сала, хлеб вымоченный в молоке, лук, чеснок и специи. Даймемся приготовлением фарша. Добавила в фарш лук, соль, перец и сухой молотый чеснок. Теперь добавим замоченный в молоке хлеб. Теперь нужно будет все хорошо перемешать. И делаем котлеты. Сначала разделим фарш на порционные вот такие шарики, затем мы будем формировать форму котлеты, обваливая в муке. Добавила в муке. Добавила в муке. сейчас приготовим соус пешамель для этого я 50 грамм сливочного масла отправила на плиту в сотейник растопиться 500 миллилитров молока 40 грамм муки соль мне понадобится также мускат и белый молотый перец масло у нас растопилось добавляем муку и нужно муку немного поджарить цвет нашего соуса будет зависеть от времени как долго вы держали муку на плите как долго вы ее обжаривали достаточно одной-две минуты затем мы вольем молоко постоянно нужно помешивать чтобы не образовались комочки добавлю соль по вкусу нужно будет добавлять будете пробовать отрегулируете по своему вкусу теперь интенсивно помешивая доводим до кипения как только закипит будем добавлять наши специи соус начинает густеть добавляем мускатный орех соус бешамель готов это идеальный соус к рыбным блюдам подходит также к мясным блюдам к рису это очень простой в то же время вкусный соус рыбные котлеты с рисом соусом бешамель такой несложный рецепт и очень вкусное блюдо попробуйте приготовить по этому рецепту это совершенно несложно до новых встреч